Бонжорно, дорогие друзья! Сегодня настроение вива Италия. Хочется по стулу танцевать, солнце и вина. Я Fixed Spray. Несу в качестве праймера, у меня здесь увлажняющий крем. О боже, это последние пшики. Все. Забегай вперед, хотя вы, наверное, уже догадались, раз я сегодня тут Италию вспоминаю. Акцент у нас будет на глаза, глаза у нас будут очень яркие, и поэтому я хочу тон взять немножко поплотнее. Studio Skin Smashbox будет сегодня. Я обожаю этот тон. Вы, судя по всему, тоже, потому что когда у меня выходило видео с этим тоном, мне все написали, какая красивая кожа, самая красивая кожа ever. Это действительно так. Он очень стойкий для съемок, особенно для видеосъемок, для тех, кто хочет краситься быстро и надолго. Это прям классный тональный крем. Ну, как будто отфотошопили. Дуэ. Мягкую сегодня буду делать коррекцию с помощью честного. Раз мягкую коррекцию будем делать, мягкую кисть и возьмем. На ней написано Blush. Я ее использую и для нанесения тона, и в качестве кисти для коррекции. Вообще, нам нужно создать будет такой эффект немножко сицилийского загара, поэтому я беру честное и достаточно щедро. Даже немножко слишком щедро растушуем это. оттеняю боковые поверхности лица. Я выделяю скулы, боковые поверхности лба, кончик носа, чуть-чуть спинку носа, глазки, подбородок, боковые поверхности шеи, ключицы мы уже получили как-то подкрашивать. Мягко растушевываю. Личко такое должно быть без выраженной коррекции, но все такое прям вот оттенки эти должны переливаться, как будто естественные тени, видите? Раз такой из тона. Оп, какое-то легкое затемнение. Чуть-чуть посильнее оттеню веки. Поскольку мы их будем затемнять, нам здесь вот этот оттенок, он очень сильно пригодится. Я пальчиком прям растушую. Ради такой мелочи можно кисть новую не убрать. Чуть-чуть по бокам еще. И растушевать. Сейчас что нам нужно сделать? Это губы. Губы итальянские должны быть суперсекси, должны быть пухленькие прям. Плоской кистью подвожу как бы над своими. Немножко такой, знаете, разбитый контур делаю, чтобы не было четких линий. Идеальная техника для тех, кто не умеет четкие линии рисовать. Не надо. Чуть-чуть кисти, которые тонна носила, надо немножко растушевать. Вы так вот поприхлопываете. Остатки этого чеснота я набираю на ту же кисть. Чуть-чуть вывожу уголок глаза. Обрисовываете уголочек. Достаточно мягко, вообще сильно там прям не старайтесь, потому что здесь все равно будет затемнение. И вот пальчиком. Моя любимая техника. Ой, не получилось. Нанесли что-то там, и вот надо вот типа стереть вам. Просто стирайте по направлению к вискам. Вот сюда. Смотрите, что мы еще сделаем интересненького. Наберу прям вот остатки, все остатки. И наношу вот сюда на внутренний уголок. Как бы как слизистую хочу обрисовать. Прям вот кисточку просто во внутренний уголок как будто засовываю, немножко вот сюда вот к глазному яблоку продвигаюсь. Хоп! Прекрасно. Трэ. Сейчас тот самый момент, когда нужно сделать брови и после этого уже двигаться к ярким, выразительным глазам. Брови, бровишки. Я смешаю два конкрета. Это топ и хаки. Для того, чтобы чуть-чуть рассветлить топ. В целом это не обязательно, но просто я забегаю вперед и скажу, что хаки мы будем использовать в макияже глаз. Потому что это только гармонии в макияже нам добавит. Это вот крутой такой трюк. Добавлять оттенки, которые являются одним из главных вашего макияжа, куда-нибудь еще, чтобы они были где-то на лице. Они могут быть замешаны, они могут быть использованы в чистом виде. Но это очень важно. Видите, мы вот эти на коррекции контуры губ добавили уже в глаза. Румяне забыл наносить? Тоже на глазки добавили. Тут, как обычно, волосочками. Пока делаю брови, хочу очень сильно похвалить вас. Тех, кто отмечает меня на своих мейках в инстаграме. Это очень вдохновляет меня. Если вы говорите, что я вдохновляю вас, вот вы теперь знаете, чем вы вдохновляете меня. Вдохновляете меня тем, что я вижу ваши фотографии, где вы классно накрашены, где вы офигительно выглядите, где вы пишете... Не дифферендум мне, нет. А вы пишете о том, что вы себе нравитесь. И о том, что что-то поменялось. И о том, что вы чувствуете себя хорошо. Это самая большая мотивация для меня. Итальянская бровь, она такая пушистая и длинная. Поэтому мы делаем брови чуть-чуть длиннее, чем обычно. Еще сильнее их растянем. Хватит пока бровей нам. Причешем их. Зарянемся глазами. Начну прорабатывать именно с внешнего уголка. Мягкой стрелочкой. Потихонечку подбираюсь к ресничному краю. Немного истончаю эту линию. Наша задача вот здесь сейчас сделать такой плавный-плавный переход. От нуля до достаточно широкой стрелки. Очень важно, чтобы она не пошла у вас крючком. Видите, вы глаза открываете, такой... Крючок. Да, поэтому мы прямо на открытых глазах с вами будем проверять. Соберем ее вытягивать. Сразу переход на нижнее веко обозначу. Эти дырочки у нас не должно быть. Не важно, как это выглядит на закрытом веке. Главное, чтобы на открытом было. То есть хоп. Если у вас нависающая верхняя века, а такие вопросы, я уверена, сейчас появились. Типа, о, что нам с нависающим верхним веком-то тут делать? Вот офигенный случай для вас. Вы прямо берете свой глаз, открываете его, смотрите в зеркало и рисуете по открытым глазам. Не важно, что там на закрытом веке вообще. Важно только то, что вы видите, когда глаз открыт полностью. Вот здесь вот тормозните, потому что нам надо аккуратненько будет вытянуть. Если вы сейчас черного нафигачите, он у нас растушуется в панду. А очень важно чуть-чуть растушевать. Поэтому я здесь останавливаюсь, даю чуть-чуть конкретно подсохнуть. Он останется пластичным, но при этом не будет растушеван у вас до бровей. Видите, у вас глаз должен как бы наверх задраться. Теперь что еще сделаем? Чуть-чуть на слизистую внутреннего уголка, на верхнюю слизистую. То есть вот так же, как и коричневую мы делали, честно, там вы обрисовываете уголок. Обрисовали, пока все хватит, переходим к другому глазу. Глаза практически у всех немножко хотя бы, но асимметричные. Поэтому всегда прорабатывайте по чуть-чуть и рисуйте буквально прям в зеркало. Смотрите. Чуть-чуть нарисовали, проверили. Если вы будете рисовать филигранно одинаково, есть вероятность, что при открытых глазах вот так будут ваши стрелки. Поэтому очень важно. Чуть-чуть сделали. Проверьте. Мне вот этот глаз надо сильнее поднимать. Прямо очевидно, выше линию надо тянуть. И делайте рисунок такой достаточно мягкий. Вам не нужно сейчас вырисовать четкие линии ни в коем случае. Мы их будем растушевывать. Чем четче, графичнее будет вот эта ваша линия, чем вы ее прям старательнее прорисуете, тем сложнее вам будет ее растушевать. В этом фишка. Сильно не старайтесь. Вот здесь постарайтесь. Старайтесь линию сделать тонкую, только послизистой. По нижней границе можно немножко ее опустить, чтобы как бы внутренний уголок чуть-чуть опустился. Теперь нам надо аккуратненько эти линии соединить. Здесь самый сложный переход. Вот его надо осуществить. Если он у вас не пойдет идеально, ничего страшного. Вы уберете ватную палочку. Пока не высохло, хоп. И лишнее вот здесь отобираете, чтобы четкий был такой, видите, переход. Ну, вообще, женщина-кошка вырисовывается. Паста аль помодора или аль диабола, сейчас вот не могу понять, какая будет. Кисточку, мягкую теперь, которая как бочоночек. Сначала с ее помощью растушевываем детали самые тоненькие, внутренний уголок глаз, растушевываем по границе. Это значит, что вы, не повреждая целостность линии, немножко смягчаете ее границу. Поэтому мы даем конкрету подсохнуть. Он подсох, он дальше может растушевываться, если вы будете работать вот так вот аккуратно синтетической кистью. Вот здесь до кончика, до уголка не доходите, пока мы растушевываем только вот здесь вот по линиям. А теперь неплохо было бы взять кисточку чуть-чуть поменьше, плоскую, и растушевать именно уголок. Есть! Получилась у нас основа. Мы возьмем конкрет хаки. Нанесем вот сюда на все подвижное веко. Аккуратно наносите вот до хвостика. Сначала лучше нанести, а потом растушевывать. Иначе конкреты очень быстренько смешаются между собой вот с этим черным. А нам так быстро это не надо. Чуть-чуть закрываем нашу стрелочку. И вот здесь уже соединяем. И теперь самое сложное, это соединить их вот здесь. То есть чуть-чуть закрываем уголок. И как обычно растушевываем. Хаки мой любимый, один из самых любимых оттенков для вот таких итальянских мейков. Как-то он у меня ассоциируется немножко с Италией, потому что цвет таких прям оливковых деревьев. Я всегда еще немножко вот так вот делаю пальчиками. Что такое вот эта вот итальянская стрелка? Почему мы здесь затемняем? Потому что должно создаться впечатление, что макияж такой, знаете, вы его сделали с утра, и он немножко встал. Потому что вы готовили пасту там над плитой, что-то стояли, жарко вообще было. И вот он должен такой немножко, как будто он потек. Пора красить ресницы. То есть если вы вдруг ставите, раз, накрасила, и ой, что-то не то. Идеально, значит, все. Макияж, в котором можно халтурить. Потому что здесь нужно создать образ. Чистые филигранные вот эти вот линии, растушевки. Они сделают из вас арабскую принцессу. Но никак не сексуально итальянку. Доча Кабана тушь. Тушь. Нам здесь важна черная, максимально объемная. Никакой коричневый. Чем чернее, тем лучше. Если что-нибудь наляпаете, может быть и хорошо, я даже вам рекомендую не убирать. А если смелости хватит, даже прям специально так сделать. Нижних крашу только вот с внешней стороны, со стороны внешнего уголка. Давайте добавим беж в губы и немножко в качестве румянца. И посмотрим, нужно ли нам добавлять на глаза что-нибудь еще. Прям горизонтальный вот такой румянец сделаю. Как будто бы у меня немножко на солнышке кожа поджарилась. Чуть-чуть в макияж глаз добавляю. Складку верхнего века. И смешаю беж и хаки. Получу очень клевый оттенок на губы. Наношу его и втираю. Чуть-чуть контур продублирую, честно. Такие у нас будут бежевые. Чуть-чуть коричневатые губы. И чуть-чуть добавлю на вот эту центральную часть, как я люблю, стик. Я специально не наношу консилер. Вот до самого последнего момента, чтобы с его помощью потом жух. Только в нужных местах уплотнить тон, подчистить, скажем так. Хочу ли я что-то нанести, даже не знаю. Мне и так нравится. Может быть, чуть-чуть пич подрумянить и на губы. Чуть-чуть пич добавляю в центр. Как бы похлопывающими движениями. Ну и, конечно, раз уж мы его взяли, обязательно наносим на веки. Хотя бы чуть-чуть. Так, на губы лип-маск. Они должны чуть-чуть отдавать блеск. И припудрим. Я здесь не хочу сильно фиксировать этот мейк, потому что если глаз потечет, то ко мне классно будет. Пробегусь пудрой только по Т-зоне, чтобы зафиксировать вот здесь вот тон, сделать вот эти места чуть более матовыми. Мейк чуть более стойким. Могу сказать, что мне здесь сильно нужна его стойкость. Дома-то. Но все-таки пойду себе пасту варить. Нужно варить пасту, красивая. Последние три издыхания фиксит спрея для того, чтобы красивая была кожа. Диел. Итальянское настроение detected. На самом деле, смоки-то очень легкие. Вы все справитесь, даже если вы считаете, что вы не умеете. Вот здесь неумех не может быть, потому что здесь все, ну, предельно просто. И прям по ситуации, смотрите. Вот я с печем, например, решила вот сейчас вообще в последний момент. И правильное решение было, да? Чуть-чуть такой персиковый румянец персиковый на губах появился. Глаза выделены, при этом, когда вы их прикрываете, века светлая, и не выглядит макияж грубо. Ощущение такого прищура, как будто вы все время в состоянии, типа, чего, дорогой? Что там? Ты хочешь от меня? I'm bored. 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 Идем готовить пасту. А вам спасибо большое за внимание. Спасибо большое за ваши комментарии. Сердечки, колокольчики и все с этим связано. Не хандрите, не грустите. Используйте это время. Просто используйте это время для того, чтобы чуть-чуть познакомиться с собой, посвятить его себе. Всех целую, всем пока.